На трассах Алмадинской области проверяют пассажирские автобусы. Полицейские оценивают культуру вождения шоферов. Рейд начали после того, как на дороге перевернулся транспорт с туристами. Выяснилось, что водитель был без прав. И в этой ситуации представители туристической компании виноватыми себя не считают. А вот эксперты уверяют, за безопасность пассажиров в этом случае должна отвечать именно турфирма. Корреспондент КТК Бахатгулё Касова выслушала мнение специалистов. После крупной аварии с участием туристического автобуса заговорили о системных проблемах с безопасностью на трассах. Полицейские Алматинской области объявили о проверке всех рейсов. Инспекторы будут запрашивать документы водителей и данные о техническом осмотре. Рейд продлится три дня. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» в период с 29 по 31 мая на территории области будет проведена отработка автобус, направленная на обеспечение безопасности дорожного движения и повышение транспортной дисциплины среди водителей, осуществляющих перевозку пассажиров. Крупная авария случилась в понедельник днём недалеко от Чарынского каньона на пятом километре трассы Кигенжела-Наш-Кульсай. В салоне находились 34 человека. Все они направлялись на озеро Кульсай. На кадрах с регистратора видно, во время движения автобус качало. В какой-то момент он съехал с дороги и опрокинулся. В результате ДТП пострадали 25 человек, пятеро из них – дети. Туристам медики оказали помощь прямо на месте. Госпитализация никому не понадобилась. Перевозчик отделался штрафом. В свою очередь представители туристической фирмы виноватыми себя не считают. Объясняют, они заключили договор с транспортной компанией. Якобы организатор тура не знал, что шофер был лишен водительских прав. Эксперты считают, ответственность за случившееся должны понести именно организаторы тура. В Казахстанской туристской ассоциации объясняют, перед поездкой представители турфирмы были обязаны проверить несколько важных документов. Первая страховка – это на техническое состояние транспорта. И вторая страховка – это на разрешение возить людей. Если этого нет, а тем более если нет у водителя предъявленных прав, то туристическая компания, которая несет ответственность полностью за тур, должна отказываться от работы с такими компаниями. Это абсолютно однозначно не досмотрела туристская компания. Это в стремлении получить более дешевые услуги автотранспортных компаний. Это далеко не первое ДТП с участием туристического транспорта. В октябре прошлого года на горной дороге близ озера Каинде автобус выехал на встречную полосу и врезался в УАЗ. На месте погибла 36-летняя женщина. Пострадали 34 человека. С переломами и ушибами их доставили в больнице. После череды аварий возникает вопрос, кто должен гарантировать пассажирам безопасность. Эксперты советуют перед поездкой заключать с турфирмой договор, где будут прописаны права клиентов и обязанности туркомпании. То есть если туркомпания скажет, ой, мы ничего не знаем, это переводчик, пускай переводчик свои проблемы сам решает, потому что от нас это не зависит, это неправомерно. То есть если мы пойдем с исковым заявлением в суд, мы пойдем на туркомпанию, то есть будем подавать исковое заявление в суд. Сейчас в Казахстане зарегистрирована 431 компания, которая занимается внутренним туризмом. Некоторые операторы принципиально не заключают договор с клиентами. Поэтому эксперты всегда советуют сохранять чек оплаты за поездку и по возможности фиксировать нарушения на камеру мобильного телефона. В дальнейшем эти файлы понадобятся в суде.